Погоня Погоня Какой детективность уже доходится без неё? Один бежит, другой догоняет Таков непреложный закон жанра Детектив без погони Это как жизнь без любви В удачном поверке и тело с чудом За здравую ежедневной дом Что случилось? Сударственная полиция, Павел Александр Ведется аудио-видеофиксация с согласно страховой статье закону Украины на национальной полиции Что случилось? Стыдно вам, товарищ Вадос? Причем тут, товарищ Вадос? Что случилось? Причина вашей остановки То, что вы ехали по Профекту Московского Бесприченный Ближнюю Светофа Вы что, прикалываетесь или что? Нет, не прикалываетесь Ну, ехал, допустим Ехал Ну, допустим Я же не говорю, что я ехал Почему, когда я вас останавливал Громковаритель просил у вас идти в автомобиль Рено Примейте, пожалуйста, право остановить транспортное следствие Вы меня не слышали? Вы уверены, что вы что-то говорили? Конечно, да А что вы говорили? Водитель автомобиля Рено Примейте, пожалуйста, право остановить транспортное следствие Ну, все А дорога, кроме вас Ну, все Привлекает Ну, не было так не было Что привлекает Что делать? Выписывай за то, что не остановился То, что без света ехал Полный букет Полный букет? Полный букет Как называется полный букет? Ну, я вас спрашиваю Ну, я вас спрашиваю Почему вот вы управляете администрацией? Что ты ко мне пристал? Вот что ты ко мне пристал? Ну, я к вам почему пристал? Ну, ты же ко мне пристал Ты же хотел создать аварийную обстановку А как это пристал? Скажите, пожалуйста Как это пристал? Ну, как Взял меня Подрезал Че ты меня подрезал? Да Это 122-я четвертая У вас никто Так, составьте тогда на меня 122-я четвертая Надо будет составить Я сейчас выясню, кто еще водитель был Составьте Выйдите Сделайте запросы Да я запросы не буду делать Я уполномоченный орган, чтоб вас проверять Вы уполномоченный орган Конечно Вы контролирующий орган, наверное, уполномоченный орган Я как контролирующий, так и уполномоважен короче что ты хочешь что я хочу да ты выскочил такой выскочил там наверно да ты выскочил ты же уловиться вышел с автомобиля нет ты выскочила вышел убедился сзади никому не мешают как не мешаешь посмотреть и он поджеро подрезал какие блогеры снимают а чего ты взял что-то мои блоги чего ты взял что-то мои блоги 3 батальон что с ума ходит или шо да насрать с кем ты общаешься принимаем меры это грубое слово меры принимать я сами разговариваю общаюсь с вами да вообще по барабану принимай меры принимаем меры чтоб это не было показать и слушай чтобы это не было показательных для других водителей для каких водителей а вот где-то видите еще других водителей я кажется сами нормально общаюсь мы не насрать ни к 3 батальону нету отношения вообще знаешь почему работаю я что ты к нему пристал что такое выпиши на него постановление за то что стал на прилегать в забери еще машину за что я эвакуирую ты имеешь полное право на полное право конечно 262 она не просто я репрошка жара полуна кодекса или 262 прим может прим там есть какая-то еще но прим 2 вот видите но тебе нужно дословно вы ждали дословный ну ты хочешь ну давай я щас буду дословно до тебя доколупливаться давай доколупать если к вам хочет принимая меры меры да таким как вам меры жизнь примет не я а вам что не примет шо смотри шоу включить чего я буду включать во первых гераченко сказал экономить энергию я ее экономлю конечно энергию чего ты взял но чего ты взял счет и за что-то вообще мой автомобиль я взял покататься какой номер номер присутствует ну все значит жопа принимай меры ты либо это будет бездеяльность да подожди автомобиль едет у него присутствует четыре нарушения 4 а сколько ну давай шесть сделаем мне вообще по барабан все все тебе достаточно чего чего ты взял что я нарушил потом во время во время остановки во время остановки я не остановился то 122 со звездочкой 2 хорошо отсутствие номерных знаков водитель мог не знать об этом да где-то кто-то украл он сел не посмотрел устал лицо потирайте послужил стали наверное с предыдущих работ на возвращаетесь домой правильно там не одна работа это хорошо сидеть на диване и пилить ролики но это опасная работа опасная работа не там кнопку нажал все ролик не зашел зашел плохо принимайте инспектора меры я же когда к вам подошел я же представился и вы только представились ну давайте выполним закон о полиции а именно 18 по 18 статью пункт 3 конечно люди ну как вам такое отношение а это я делаю для того чтобы если не дай бог с вами такое петрушка будет происходить мы будем процент действовать подходите будем с вами общаться я вас слушал это морали что я не представился лишь выполните пожалуйста статью 18 пункт 3 а именно я в ролики вставлю как я говорил закон о полиции статью 18 пункт 3 а именно я вымогаю как там просят вы же не говорили что я вымогаю я вымогаю павликов александр сергеевич полицейский упп в харьковской области 22 01 20 30 38 04 так точно соответствует не поддельный поддельный купил на волоксе сегодня все ваша девушка че вы их вы будете вы недавно в полиции вы главное не нервничай сам нервничаю павка юлия игоревна полицейского пп в харьковской области 01 72 967 вы недавно до водителя настроить напали на него еще тройной юрий василий командир роты у пп в харьковский область а чё командир роты постоянно молчит потому что я сами разовариваю да а чё вы постоянно молчите вы как старший вы должны меры были принимать непосредственно к нарушителю партия в районе парка артёма как у ваш автомобиль подходит ехали мы как раз парк артёма возможно сейчас вы ехали или ехали оттуда а теперь смотрите если вы хотите вот так вот как вы говорите по ориентировке послушайте пошел послушайте пожалуйста во первых вы остановили меня не по ориентировке вы остановили меня якобы я нарушил пункт 19 1 а именно темное время суток я якобы ехал без ближнего включенного света не в не включено катал подошли на турнир не причем висит фар так так а при чем тут ориентировка а при том что я реки рука была в нашей основе на хорошо закон 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 о полиции я буду каждую и нормативно правовый акт называть закона полиции а именно статья 31 часть 2 ознакомьте меня пожалуйста со всеми нп а которые присутствуют у вас вас есть ориентировка на основании ориентировки вы меня остановили вы проводите правительные заходы хорошо ознакомьте с меня со всеми материалами справа и эти вас маются для того чтобы ознакомить вас с материалами справы вам нужно моей личностью становить нам нужно сначала рассмотрение дела сказать что идет рассмотрение дел а я рассмотрение дела еще и не говорил об этом поэтому мы не устанавливаем но вы ж меня уже задерживаете нет мы вас не задерживаем но вы меня уже вы же меня вы меня заблокировали Возможно, вы не заблокированы, вы можете ехать. Нет, перед этим, меня перед этим. Ребята, возможно, такого не бывает. Знаете, почему я такой злой? Я вам объясняю, потому что люди, обычные люди, обычные водители, страдают от того, что такие, как вы, полицейские, выписывайте постановление за поворотники, за ближний свет, за грязные номера, за брызговики, за бампера, за ремень. Чем я отличаюсь от других? Будьте так любезны, принимайте меры. Все, дальше соответствующие органы я буду обращаться. Обращайтесь. Все, выписывайте постановление по поводу, там, 3, грубо говоря, у меня 4 нарушения, выписывайте. Я просто к чему говорю, просто уже настолько надоело, что просто, что люди бедные, страдают из-за того, что вам или постанов не хватает, или из-за того, что вам делать нечего. А может, люди нарушают, наверное, все-таки, да? Я говорю, что я ехал без... Ну да, это ж люди, красный свет, да, правильно? А я... Подождите. На свистуна с потерпевшими, тоже человек не нарушил, правильно? Да отпустите его, ходите. Товарищ полицейский, я вам за красный свет что-нибудь сказал? Не, просто, а человек, который останавливает... Я вам... Еще раз... А почему вы не штрафуете фары? Почему он бампер? Почему номер грязный? Почему вы у меня прицепились? Потому что каждый тянет одеяло на себя. Я... Я за людей отвечаю. Хорошо, что вы за людей. Я за людей отвечаю. Только люди будут ли отвечать за вас так же, как вы за них? Это уже ихнее будет право, захотят они или нет. Я просто за то, что людям уже надоело. Каждый вечер какая-то беда происходит. Каждый вечер. Я вам... Какая беда? Не сказал... Какая беда? Скажите, пожалуйста. Слушайте. Я вам об этом... Я вам грубые нарушения не говорю. Я вам только назвал мелкие нарушения. Но они... Это же нарушения. Так все, тогда привлекаетесь. Тогда привлекаетесь. Хорошо. Вот смотрите, идет автомобиль спереди. Перечет за собой. Идет сзади автомобиль. Не, 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 не... Поворот он поворачивает. А сзади человек на скорости не знает, что он поворачивает. И у него не работают стопы. Как вы считаете, стопы это грубое нарушение или нет? Нет. Это техническая неисправность. Техническая неисправность. А если техническая неисправность повлекся в ДТП, в ДТП, в ДТП, в ДТП, в ДТП, в ДТП... А я к чему говорю? Это детальным исходом. Тогда тюрьма. Вот. Нарушения? Нарушения. Это вообще техническая неисправность. Но там нарушения, правильно? 31.5 как-то. Скажем так. Понятно, что он... Ну, ну, а ну, что начинается с... Вы меня вообще услышали, мою формулировку, которую я сказал? Полицейский неисправность, а потом, когда я приезжал, я приезжал сюда, приезжал в общаться. Совершенно верно. Не вопрос. Остановить, проверить. Пожалуйста, никто же вам не запрещает. Попьёк, одею-то. Обалдеть. Вот это, вот это бибайка. Товарищ провокат. Товарищ провокат. Убийте, пожалуйста. Уже есть телефон. Не снимайте данного гражданина. Вытяните его за руль. Он не хочет вытянуть? Не, нельзя. Вы кто? Я вам сейчас дуну, нахер. Вы кто? Нельзя. Смотри, ты мне выкашь, я тебя тыкал. Я вас сразу предупреждаю, у нас ведется видеофиксация. Салат Сарковский, следите законно-украинственной полиции, да? А ты сам в машине. Да нет, там еще человек пять сзади, еще баян там все это есть. Есть гармошка. Гармошка. Отойдите, пожалуйста, от меня. От меня. На безопасную дистанцию. А если не отойду? Значит, я думаю, что дистанция, это сколько? Товарищ в воду, стучайте блинный свет фар и не провоцируйте ничего. А, так это вот это водос, да? Все доброго, до свидания. Разоворы, заходите. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Жизнь покажет. Жизнь сам лучше. Нет, я просто... Жизнь, нет. Вести службу дальше, не объявить нарушения. Вы можете за нами, вы можете, пожалуйста, возьмите планшет, посмотрите, а мы уже не кинули. А что вы молодую гоняете? Вы можете поездить и вам это решать. Конечно. Она уже отборщит козы. С служебной информацией. Смотрите, товарищ фотос, вы можете за нами, вот 5120, пожалуйста, Skoda, Rapid, служебный автомобиль. Вы можете за нами поездить, понаблюдать, что мы будем писать всю ночь до утра. Пожалуйста, мы вам предполагаем такую искусство. Не хватает, патрулишки. А Куденко на повышение квалификации? Я знаю. Принимайте мир. Жизнь сам лучше учить. Жизнь оказывает так, как ни один полицейский, ни один судья. Не надо порчивать человека наводить. Не надо. Я не цыган. Не надо. Я же не нашелся фамилии, имя Утица. Не надо. Вот человек живет. Я же не знаю. Я же не знаю. Знаете, мне что обидно, что если был бы на моем месте другой бы водитель, вот конкретно вы, вы вытащили бы его с машины. Зачем? А вот мне же интересно, зачем бы это было. Зачем? Да. Еще обменили... Да, не вопрос. Не вопрос. Не тревожь с автомобилем, только загружение может. А вы что говорите? И все. А если документов не присутствует, это 185 у нас? Чего? Это же злистная покора. Злистная покора, это тогда, когда вы будете пить пиво на улице. И я вам скажу на камеру, не пейте, прекратите, пожалуйста, правонарушения. А вы будете продолжать дальше дудлить свою рево, там, или что-то вы любите нам пить. И вот тогда уже, когда я два-три раза скажу, продолжайте пиво, тогда будет злистная покора. А до этого, по административному, по ПДР, это не является злистная покора. Если вы хотите как-то попровоцировать меня, поспрашивать это, я знаю свое законодательство. Я знаю, по каким статьям я работаю, поверьте мне. Я просто так на человека не выписываю постановление. А все не выписывают. Ну почему-то люди... Я знаю, что такая статья малозначенная, 22-я, по какому-то... 26-я тоже есть. Щиро раскаяние, был особенный вы, наоборот, надо установить, прежде чем выписывать. Правильно? Я надеюсь, что ваше... Выписать, я могу много. Послушайте. Бездарно писать я не хочу. Я хочу, чтобы вы были нарушители. Ну подождите, ну вы когда разговаривали, я же не перебивал. А теперь вы будете перебивать. Как-то не костюм. Пожалуйста, я у вас услышу. А то получается, знаете, как мамкин братяга по писемпотяга, да, Елкипло? Девушка. Ну мы услышали друг друга. Да, мне услышали. Просто я надеюсь, что Трояна и ваша фамилия нигде будет... Трояна. Трояна. Нигде не будет фигурировать фамилии по поводу того, что либо вы выписали постановление за вот эти мелкие фразы. Не, не, не. Потому что в вашей роте, а у вас же четвертая рота, правильно? Видите, как я все знаю? Это не секрет. Вы можете спросить под этим... Да, мне не нужно спрашивать. У меня графики вашей службы есть. Не надо. Мой номер везде есть. У меня нет водителя. У меня нет. Вы знаете, где меня найти? На проспекте Гагарина. Тут санситель какой-то. Второй, четырех. Там же все. Я к авто Евросилии вообще отношения никакого не имею. В общем, народ, вот такой вот получился короткий ролик у нас, как полицейские оказываются объективно по 252, насколько я понял, правильно? Они оценили доказы и сделали вывод, что это малозначность. Так что, господа водители, если вы услышите вот эти фамилии и конкретно вам, они выпишут постановление, я лично готов вам помочь. Будем надеяться, что они, то, что они сказали, это была правда. Поэтому, друзья, вы знаете, что делать. Подписываемся на канал, ставим лайки, вступаем в нашу группу «Надзор Харьков». Ну, а мы дальше поедем воспитывать полицейских.